Радио Болтком По понедельникам и вторникам В полдень на Радио Болтком Вместе с приглашенными гостями Лидерами общественного мнения латвийского общества Знаменитостями, авторитетами Представителями самых разных сфер обслуживания Самые злободневные темы страны и мира со всех сторон Разворот Участие слушателей обязательно Звоните в прямой эфир Задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы Разворот Добрый день, уважаемые радиослушатели Программа Разворот в прямом эфире Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Родион Золотарев Гость сегодняшнего Разворота Омбудсмен Юрис Янсенс Приветствуем вас, господин Янсенс Здравствуйте Здравствуйте Да, очень много тем, конечно, с вами хочется обсудить И начнем мы, пожалуй, с поправок в Конституцию В Сатверсме Касающиеся вопроса семьи Не секрет, что эта поправка была инициирована национальным объединением Вы ее уже успели прокомментировать Вы сказались в большей степени против, чем за Но при этом вы отметили, что стоит уточнить раздел семейного права в гражданском законе Я просто в двух словах хочу радиослушателям напомнить, что Нацблок предлагает конкретизировать понятие семьи в Конституции Латвии Указав, что под семьей подразумевается союз исключительно мужчины и женщины Господин Янсенс, каково ваше мнение по поводу вот этой инициативы Нацблока? Не, ну видите, то, что политики обязаны делать свою работу и внести какие-то поправки к законам, если они так считают правильным Но в этой ситуации тут важно напомнить тоже слушателям вашего радио, что статья 110 нашей Конституции Она, в принципе, конкретно говорит о, ну как бы, две, ну как бы, две, ну семейные, ну как бы, варианты Один, это где ясно написано, что государство защищает брак, это соединение мужчин с женщиной Потом запитая семью, запитая детей и так далее, и так далее Но это, в принципе, получается так, что делать поправки к этой статье уже несколько лет назад Где уточнили, что брак это между мужчиной и женщиной И оставили тоже еще как вариант, ну как бы, шире интерпретируется вот семья Да, и вот это сейчас, в принципе, ну конфронтирует какие-то группы общества Потому что если насчет брака вопроса нет, там все ясно, там очень конкретно Если смотреть вместе с нашим гражданским законом семейных правов, то там все ясно Насчет сейчас семьи, я думаю, что это поправка, которую предлагает национальное объединение Это немного, ну они побежали на парад паровоза Да, это, я думаю, не очень тщательно проанализировано И там даже в обществе не было никаких дискуссий И даже если так посмотреть, никакие дискуссии и комментарии со стороны экспертов по конституциональным правам И это очень важно, вот сама процедура, она должна быть, ну как бы, ну такая оптимальная, эффективная Где вот такие очень фундаментально важные вопросы, где они продискутированы, проанализированы И в принципе общество, ну, находит какой-то консенс И особенно, если мы говорим о таким фундаментальном законе, как Сатверс, да, нашей конституции И это самое важное И, ну, пока вот таких, скажем так, оптимальных дискуссий нету, да И нету никакого анализа, комментариев тоже со стороны экспертов конституционального права Я думаю, это немного, ну, как бы, ну, неправильный ход Ну вот вы сказали, что нац. объединение с этой инициативой бежит впереди паровоза И что это дело политиков вот такие инициативы выдвигать Но вопрос возникает, бежит впереди паровоза по отношению к чему? Потому что, казалось бы, там, скажем, западные стандарты, да Которые мы вроде как направлены, они такие поправки В этом контексте такие поправки считаются регрессивными и консервативными Вот, и опять же, тут тоже не секрет, что эта инициатива стала ответом На решение конституционного суда по поводу прав однополых пар на отпуск по уходу за ребенком Скорее всего, не скорее всего, так оно и есть Нацблок вот в ответ на это сказал, что это неприемлемо для нас Вот в этом контексте, каком-то более широком, не только нашей страны, а вот Европы, может быть Как вам кажется? Правильно, я их могу понять Там есть, ну, свой рациональный тоже нюанс Ну, видите, конституция – это не инструкция, да Конституция – это наш основной закон Ну, один из самых главных, я бы хотел сказать, да Где утверждены основы, основные принципы нашего государства И тоже насчет ценностей и так далее, и так далее, и так далее Так что я смотрю очень, ну, так осторожно, даже скептически Если мы, ну, наш основной закон, конституцию, сатверст мы Ну, как бы, уже делаем, ну, как бы, ну, нам на почве инструкции, да Если сравнить нашу конституцию, там, скажем, с конституцией Германии Или другими государственными, то в Германии эта конституция, она, ну, на мой взгляд Она более как инструкция И там записано очень-очень много даже таких, ну, как бы, технических, ну, как бы, элементов Наша конституция, она очень эластична, да Она даже, несмотря на то, что она одна из, скажем так, самых старых в Европе конституций Но она очень-очень, ну, как бы, эластична и, ну, очень хорошо используется Ну, где-то насчет семьи принципов и так далее А насчет тоже семьи, ну, если в конституции упомянута семья, да То сейчас, ну, в такой, ну, какой предлагают уже, ну, поправить И, ну, как бы, записать более широко вот это понятие семьи Я думаю, это лучше надо делать такие поправки, конкретные поправки уже О нашем гражданском законе, да Ну, насчет, где часть права семьи, да Я думаю, это там надо смотреть Это с одной точки зрения, но есть, видите И тоже, ну, как бы, реальность такова, что не все права людей, которые не состоятся в браке В принципе, они могут, ну, как бы, реализировать, ну, на такие основы, как Люди, которые, в принципе, находятся в брачных отношениях Это насчет медицины, если надо принять какие-то, ну, конкретные решения И, там, отключить от системы, там, делать какие-то, там, медицинские манипуляции Если юридически, ну, два человека, они, ну, как бы, не имеют юридическую связь Ну, как жена с мужем или муж с женой И то, в принципе, ну, тогда там работают другие механизмы Это тоже насчет, если говорить о всяких пошлинах и налогах Да, если там, ну, кто-то от кого-то там наследует То, в принципе, если мне в родственные связи И не, ну, как бы, ну, как муж и жена То там уже идут очень-очень большие пошлины, да Там большие проценты Это много-много всяких таких нюансов И можно пойти, ну, по одному пути Когда делают поправки вот такие, ну, скажем так, фундаментальные И тогда подгоняют другие нормативные документы Уже под этим, ну, как бы, сверх принципу, да Есть другой путь, что, ну, не делаем поправки Конституции А делаем поправки в тех законах Ну, чтобы тогда вот этот, ну, если сказать, Но правовая справедливость, она, ну, касалась всех Не делая никакие, скажем так, хирургические операции В нашем основном законе с отверстием Господин Янсенс, вот еще такой по Конституции вопрос Понятно, что большинство жителей Латвии не являются специалистами По конституционному праву Но вот вообще внесение изменений в Конституцию Потому что документ воспринимается как что-то вот основополагающее Незыблемое Насколько вообще приветствуется внесение изменений Вот с точки зрения демократии каких-то В этот документ У нас перед глазами вот эти вот поправки, например, в соседней России Да, с президентом связаны Там другая история, понятно Но тоже очень большое обсуждение вызвало И даже скандал, можно сказать И у нас теперь тоже вот так просто законопроект По внесениям поправок в фундаментальные какие-то документы Насколько это приветствуется вообще? Не, ну как я уже говорил Вот это сама процедура Но она должна быть Ну, главным образом Насчет процедуры, да Она должна быть основана Ну, как бы Ну, хорошую практику Законодательного процесса Это тоже Наш конституциональный суд Не раз в своих Судебных решениях Упоминал, что парламент должен соблюдать Он должен брать во внимание вот этот принцип Потому что если Ну, какой-то законодательный процесс И в этом процессе, скажем там Появляется Но брак Ну, я думаю Ну, как бы Ну, брак Какого-то закона Или брак Какой-то статьи Ну, скажем Да То это уже повод Это уже повод Ну, чтобы В тех или других ситуациях Уже признать Что Ну, конкретная статья В законе, да В принципе Не соответствует уже Нашей конституции Этот процесс Он очень-очень важен И этот Принцип Хорошего Хорошего Законодательства Да Это очень важный Потому что Ну В правовой Демократической Стране Ну, какая Как бы Является Латвия Или стремится К этим Принципам Ну, то Те вопросы Которые связаны С нашим Основным законом С нашей Конституцией Они должны быть Ну Продискутированы Да И особенно Если это Если это Касается Всего Общества Да А в какой форме Как это происходит Можете рассказать Вот Кто должны быть Участники дискуссии На какой платформе Это должно происходить Да Ну, это Во-первых С инициативой Должны Тогда Были Ну, как бы Видите На На дискуссию Те Инициаторы Вот этой Поправки Да Вот есть Поправка Мы Видим ее Так Потому и потому Ну, там Обосновывая И В принципе Ну, рассказывая Для общества Почему Вот такая Норма Почему вообще Поднялся Вопрос Насчет Дефиниции Да Семьи Да И Как мы знаем Это очень такая Горячая Горячая Тематика Потому что У нас Как тут Принято сейчас Называть Такие Либеральные Да Взгляды И есть Ну, более Консервативные Да Ну, это Это значит Что если Мы делаем Такую Поправку То мы Идем Ну, скажем Так Какой-то Один Консервативный Путь Если мы Делаем Какие-то Другие Поправки Скажем Да Там уже Более Ну, как бы Либеральные Подходы Это уже Значит Что И Ну, получается Ситуация Что в принципе Общество В целом Она Ну, не будет Ну, как бы Ну Не уйти с комфорта Она будет В таком дискомфорте Потому что Получается Как бы Ну Ну, как бы Такая конфронтация И И Как я уже говорил Наши конституции Сатверсм Это Ну Такой Специальный Закон Где Записаны Те Главные Принципы Главные Ценности Ну Нашего Общества Ну, там Тоже есть Там Статьи Насчет Законодательные Ну Парламент Правительство И так далее И так далее Я говорю Насчет Вот этих Ну, которые Астол Ану Дали Целу Акфесы Права человека Это очень Очень Важная Важная Какая-то Сбудсная Модель Ну, это Раздел Раздел Да-да-да Это очень Важный Раздел И в принципе Его не можно Ну, не можно Так Ну, как бы Оторвать Оторвать Ну, смотреть На эти Принципы Они должны Смотреть Тоже Вместе С нашей Преамбулой Вместе С первой Второй Третья Четвертая Статья И так далее И так далее И в принципе Смотреть Системно Подойти Системно Тоже С другими Законами Да Как вот Эти механизмы Законодательные Механизмы Они урегулируют Ну, какую-то Фактическую Ситуацию Потому что Законы Они Ну, принимаются Чтобы урегулировать Какую-то Фактическую Ситуацию Где должна Быть Какая-то Нормативная База Ну, как Скажем так Ну Ну Вкратце Я так Да Омбудсмен Юрис Янсенс У нас В прямом эфире Перейдем К теме Коронавируса Пандемия Она Наиболее Актуальна Вот Последнее Время Если так Обобщать И Наверное Немножко Шутку Говорить Вы стали Таким Злейшим Врагом Министерства Благосостояния Занозой Для этого Ведомства В последнем Своем Заявлении Вы Собственно Раскритиковали Ситуацию В пансионатах В социальных Домах Про регионы Вы тоже Сказали Вот Ту ситуацию Которая Там Наблюдается В связи С коронавирусом Госпожа Петрович Успела Там Ответные Комментарии Какие-то Высказать Она Сказала Что во многом Ответственность На администрации Пансионатов Лежит Которые Принимают Решения Уже на месте Как главы От каждого Отдельного Дома Как вы Видите Эту ситуацию Почему Вы считаете Что Минблаг Не справляется Видимо С той ситуацией Которая Есть Видите Тут Это Вопрос Ну В таких Двух Больших Блоках Надо Рассматривать Во-первых Мы уже Несколько лет Обратно Обращались Не По случаю Коронавируса А в принципе По Ситуации И в государственных Социальных Учрежениях И Муниципальных И Ну Как бы Прямые Директивы Или Решения Министерства Благосостояния Может Принять Над Государственными Социальными Центрами А есть Очень много Есть Очень много Муниципальных Ну Это Ну Так называемые Дома Ну Престарелых Да И Когда мы Видим Что Нехватка Персонала Да Тоже Вопросы Насчет Компетенции Да Видим Что Очень Очень Ну Плохо Ну Каким-то Скажем Там Ну Посакуми Ну Мероприятий Для Людей Которые Находятся В пансионатах И так далее И так далее И это уже Ну так В многих Ситуациях Не всех Ситуациях Но в многих Ситуациях Это Ну в принципе Очень плачевном Очень критическом Состоянии Сейчас Ковид Выявил Еще одну Большую Проблему Ну Когда мы Делали Ну Наши Мониторинговые Визиты Или Ну Расследовали Насчет Ну Какова Ситуациях В пансионатах И мы Видим Что в принципе Ну Право Передвижения Право На свободу И там Многие Многие Вот эти Очень фундаментальные Принципы В принципе Нарушены Потому что Ну Те или другие Пансионаты Они В принципе Не в силах Не в силах Ну Предоставить Все необходимые Вот эти Ну Права Какие-то Ну В принципе Ну Мероприятия Безопасности Да Мероприятия Безопасности Да Чтобы Как-то Остановить Распространение Ковида Или В принципе Ну Чтобы он Не распространялся Между Клиентами Пансионатов Ну И тогда Пансионаты Шли на Очень Такие Я скажу Ну Грубейшие Грубейшие Ну Такие Решения Ну Что там Не позволяли Этим людям Выйти из комнаты Да Они там Ну Как бы Сидели в карантине Там уже так Делать нечего Да Если В принципе Так Сидеть В бездействии Там Понимаете Это Очень влияет Но ведь пандемия Тоже диктует свои правила Людей нужно обезопасить Если они бы Имели возможность Передвигаться Казалось бы Самое Обидное И обидное И даже Я скажу Безответственное То что Тогда Когда мы Ну Какие-то первые Информации У нас даже Пресс-конференция Была Насчет пансионатов Как там И что там И вот сейчас Тоже во время Ковида Мы очень Интенсивно По этим вопросам Работали Мы обратились В правительство Ну Что там Плохо И мы Объяснили Что плохо Некоторые Пансионаты Они говорят Что там В принципе Это неправильно Да Что они Работают Качественно И Со своими Со своими Обязанностями Они Очень хорошо Ну Как бы Справляются Но Как вы видите Да Проходит Некоторое Время И в принципе У нас Пансионаты Где Ну Почти 80-90% Клиентов Да Заражены Вот этой Вот этой Инфекцией Да Ну Ковидом Это значит Что в принципе Пансионаты Не только Не делали Ну Как бы Во благо Интересах Этих Людей Но они Даже скрывали Эту Инфекцию У нас Принято Знаете Если что-то Плохо Там Надо Давайте Скрывать До последнего Да Ну Если Там Что-то Там Выявится Ну Тогда Будем Объясняться Ну Вот Так И Получилось И И Получается Что Эта Группа Людей Которые Находятся В пансионатах Она Ну Как бы В этой Очень В рисковой Зоне В рисковой Группе Да И Ну Я даже Не знаю Какие там Будут Мероприятия Чтобы Ну С этой Ситуацией Разобраться Потому Что Ну Во-первых Эти Люди Которые Они Инфицированы Да Их надо Изолировать Но Так Чтобы Это Не унизило Их Достоинства И В принципе Не ухудшило Ну Эту Ежедневную Ну Скажем Ну Жизнь Да В принципе Скажите Если Шире Брать Уже Вообще В целом Все те Ограничения Которые Мы Переживаем Не секрет Что Многие Очень Болезненно Воспринимаются Обществом Торговые Ограничения Учеба На удаленке Так называемая В школах Пособия За простой Ну В общем Много Пунктов Вот Как вы На это Смотрите Насколько С правовой С правовой Точкой Зрения Все Здесь Все Таки Корректно Потому Что Понятно Что В обществе К этому Отношение Очень Однозначное Да Ну Этот Вирус Он В принципе Тоже Выявил Ну Такие Моменты Ну С какими Раньше Ну Не связывались Да И Особенно Если Ну Так Очень Конкретно Горит На почве Прав Человека Как Как Государство Правительство Парламент И другие Институции Соблюдают Права Человека Или как Они Гарантируют Реализацию Прав Человека Есть Конечно Правительственные И парламентские Ограничения На Очень Многие Сферы Да Меры Да И Они Легитимны И они Ну Санэрии Это будет Как это будет Ну У меня тоже Вылетело слово Из головы Но Мы поняли Понимаете Да 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 Потому что Когда Принимается Решение Насчет Почвы Или Насчет Прав Человека Ну Того и Другого Принципа Очень Важна Вот эта Формула Да Легитимная Цель Да И Ограничение Она Законом Или Каким-то Другим Документом Да Но Есть Здесь Но Какое-то Да Да Но Есть Эта Формула Она Абсолютно Элементарна Да И тогда Вот Это Своемерность Да Но Там Принимая Вот эти Решения Брали Во внимание Анализировали Вот Как Это Отразится На Индивидуум Как Это Отразится На Общество Или Группе Общества И так Далее Были Были Есть ли Другие Какие-то Меры Которые Ну Менее Ущемляют Прав Человека Менее Ущемляют Ну Какие-то Свободы Человека Ну Это Не было Сделано С вашей Точкой Зрения Нет По Многим Ограничениям Это Сделано Потому Что Там Уже Ну Как Сотверстные Ибос Риски Да Если Там Это Не Обоснованно Да Ну По Этой Формуле И Обоснование Она Ну Ну Как Не доказывает Нужду Вот Конкретного Ограничения Это В принципе Это Уже Риск Что Ну Константин Суд Ну Может Посмотреть На Эти Мероприятия Что Они В принципе Ну Как Б Анти Конституциональные Но Это Мое Ну Такое Мнение То есть Если Коротко Подытожим Там Есть Состав Для Обращения В Конституционный Суд Или Все-таки Нет Не Не Видите Это Это Сейчас Будет С моей Точки Зрения Неправильно Но Как Даже Давать Намет Есть Или Нет Это Знаете Это Что-то Умное Сказал Отставил Интригу А до Конца Не Сказал Там Надо Анализировать Смотреть Но Насчет Вот Эти Ну Если Сейчас Я знаю Там Торговые Организации Собираются Обратиться Ну Это Публичные Уже Через СМИ Информации Проявилось То Но Я С интересом Ну Буду Смотреть Как Как И На чем Они Обосновывают Свою Позицию Ну Свой Иск Это Потому Что Констант Суд Это Ну Такой Нетипичный Ну Если Так Сравнить Там Гражданский Суд Или Уголовный Суд Или Административный Он Очень Специфический И Вот Эти Вопросы Насчет Ограничений Я Сейчас Даже Затрудняюсь Затрудняюсь Ну Делать Какие То Прогнозы Омбудсмен Юрис Янсенс У нас В прямом Эфире Программе Разворот Вот в прошлом 20-м году Ваши победы В конституционном суде И решения суда Они конечно Сделали из вас В определенной степени Таких народных Чуть ли не героев Вы Выиграли Дело О гарантийном Минимуме Ну О бедности Назовем это Простым языком О правах Инвалидов О пособиях И так далее Вопрос такой Это Означает Что Теперь Там Правительство Например Обязано Эту ситуацию Изменить И Мы Должны Ожидать Что в какие-то Сроки Эта ситуация Будет изменена Которая у нас Действительно Вот как вы Это вскрыли Все В таком Катастрофическом Положении Находится Означает ли это Что мы Будем ждать Каких-то изменений Или Вот это вот Решение Конституционного суда Носит такой Не знаю Рекомендательный характер Каким-то сигналом Является Вот как это Дальше будет Работать Ну Видите Решение Конституционального Суда Это в принципе Ну То же самое Как закон Он Он обязателен Да И особенно Он обязателен Исполнить Тем Ну Ну Которые Ну Принимали решение В том Или Ином Ну Процессе Если это Правительство Да И там Правительственные Нормативные Документы То Правительство Должно Сделать Поправки Своих Этих Документов Если Это Парламент Ну Значит Это Поправки В каком-то Законе Да И сейчас Мы видим Что В этих Решениях Там Конкретные Задачи И правительству И парламенту Да Ну Во-вторых Там Сказано Ясно Что Все Ну Все Эти Минимумы Да Ну Минимальные Пособы Или Минимальные Доходы Они Должны Быть Такими Которые Ну Как бы Обоснованы Эмпирикой И социальной Реальностью Да Там Есть Методология Которая Да Дает Ну Скажем Так Какой-то Сумму Или результат Который Обоснован Ну Как я уже Говорил Да Метод Очень Конкретной Методологией Это Во-первых Во-вторых То Что Сказано В судебных Решениях Что В принципе Абсолютно Неприемлемо Когда Эти Конкретные Цифры Они Ну Получаются В политическом Диалоге Да Где там Скажем Правительство Или какой-то Министр Ну Диалоги В каких-то Там Разговорах С Представителей Самоуправлений Ну Нашли Какой-то Скажем Так Компромисс Это Неправильно Потому Что Ну Скажем Так Торт Тут Неуместен Тут Должна Быть Методология Должно Быть Ясно Какие Нужды С Конкретной Цифрой С Конкретным Минимальным Вот Этим Доходом Человек Должен Покрыть Да Это Это Будет Или Жилище Или Здравоохранение Это Ну Там Ну Все Базовые Базовые Нужды Или Только Ну Одна Или Две Или Три Или 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 Как Также Там Сказано Что На уровне Принципа Вот Эта Методология Она Должна Быть Записана В законе Да Ну Чтобы Не Было Вот Правительственные Документы Они Там Вообще Только Ну Без Никакой Без Никакой Методологии Они Просто Записали Там Какую-то Цифру Там Скажем 80 евро Или 109 евро И так далее И все И в принципе Считается Считается Судебные Решения Исполнены Да В принципе Я смотрю Сейчас По сути Ну Исполнение Константального Решения Константального Суда Ну Там Есть Очень Серьезные Отклонения Да Потому Что Методологии Нет Да И В принципе Опять В законе И В правительственных Документов Записываются Конкретные Суммы Да А не Методологии Как И И Для чего Да Понятно А вот просто Еще по поводу Действенности Скажем так Решения Конституционного Суда Вот если Брать опять же Ширя И Европейский Суд Брать Там По правам Человека Он тоже Нередко Нам Выступает В сторону Латвии Например С какими-то Рекомендациями Не могут касаться Окружающей Среды Или вопросы Неграждан Например Они могут касаться Это Имеет Какое-то Меньшее Значение То что Нам Предписывает Или рекомендует Европейский Суд Мы к этому Должны Как-то Прислушиваться Вот это Как работает Ну конечно Мы Обязаны Прислушиваться Потому что Мы Страна Которая Которая Ну как бы Связана С этими Международными Международными Документами Мы же Видим Что совсем Не все Там Выполняется На практике Это работает Но Это тоже В принципе Главным образом На практике Это Ну так Если есть То или другое Судебное решение Там уже Работают Эксперты Ну или Правительство Или Или парламента Да Если Это Что-то Связано Уже С Какими Там Несоответствиями Несоответствиями Каких Хорошо Тогда вот Говоря Раз уж Вспомнили Кстати о Негражданах Вы тоже Комментировали Раньше Сейчас Это Не в таком Фокусе Может быть Как это Было Но все-таки Вот После Решения О прекращении Предоставления Детям Статуса Неграждан Как вы думаете Этот вопрос Можно считать Я не знаю Решенным Или остаются Какие-то Все-таки Там не знаю Детали Представляющие Юридический И Такой нравственный Аспект В нашей стране Каково ваше мнение Это Это было Очень хорошее Решение Но я знаю Есть люди Тоже Которые Считают Что это было Неправильное Решение Насчет Ну как бы Ну как бы Не видавать Новые Паспорта Неграждан Новородящимся Детям Я В принципе Считаю Что это Решение Было Правильное И он тоже Ну Там есть Тоже Такой Как бы Симболизм Ну что Ну вот Латвия Признала Что В принципе Ну Ну не будет Ну как бы Производить Еще и еще Неграждан Потому что Ну что Ну Мне Само Это название Негражданин Негражданин Мне не нравится Потому что Ну В любом случае Все Неграждане Латвии Они под защитой Латвийской Республики Да Латвийского Государства И Через Ну как бы Вот Отрицание Да Мне кажется Это совсем Неправильно Ну Непилсон Но все-таки Решен этот вопрос Или не решен В каком На счет Детей Вопрос Решен И в принципе Там есть Тоже Механизм Ну который Если Ну сам Ребенок Или родители Ну через Некоторое Время Ну считают Что нет Они Ну не хотят Чтобы ребенок Был Или сам Ребенок Уже В конкретном Возрасте Хочет Отказаться От гражданства Латвии И такая Возможность Есть Это да Это мы знаем Да Потому что Ну есть Вот эти Механизмы Но там Есть одно Условие Ну не Можно так Отказаться Ну скажем Так Или отобрать Гражданство У гражданина Если У него Нет Гражданства Другой Страны Потому что Тогда он Ну как бы Получается Ну Алиенс Это ну Вообще Ну как Ну да Чужой Да Чужой Хорошо И это неправильно В 21 веке Это совсем неправильно Это даже Ну Против Ну Всякими Международными Правам Человека Тот факт Что вот После ваших побед В конституционном суде Вот не знаю По совпадению Или Или нет Была инициирована Вот эта вот История Про то что Ограничить Пребывание Омбудсмена Там Бесконечные сроки Да Вот и так получается Теперь как я понимаю Что в марте Вы должны будете Закончить Свою работу Насчет меня Закон Предусмотрел Небольшое Отступление А? Ну Небольшое исключение Для вас Исключение Небольшое исключение И эта Конкретная Статья Станет в силу В 22 Году Так что Просто вас Это Ну Вы как Это связано С тем Что вы Как-то Пошли Наперекор Можно сказать Решение Может быть Правительство Почему это Совпало так Что вы Казалось бы Начали Одерживать Эти победы И сразу Решили Что ой Давайте Ограничим Лучше А то он Еще Что-нибудь Там Напобеждает Не Ну Видите Ну Там Ну Как на это Посмотреть Ну В принципе Это Ну Так Может Выглядеть Да Что Ну Как-то Очень Активно Ну Поработали В Конституциональном Суде С Несколькими Исками И так Далее Ну Я думаю Это Ну Там Те Которые Ну Предложили Эти поправки Они В принципе Немного Там Немного Ну В своем Мастерстве Там Как-то Как-то Спутались Потому что Если так Смотреть Ну Два Срока Или 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 Вообще Ну Без Ограничений В принципе Парламент Он же Принимает Решение Винуть Того Или Другого Человека Кандидата Голосовать Ну Конкретно Ну Или Или Ну Поддержать Голосованием Конкретного Кандидата Или нет Это решение Парламента Так что Ну Если Не чем Заняться Можно Делать Такие Поправки Там В принципе Ну Такое Как бы Ну Для Ну Модели Разные Есть Где Один Срок Да И Конкретно Скажем Десять Лет Есть Государство Где Тоже Два Срока Ограничений Есть Где Без Ограничений Так что Ну В общем Это Ну Так В принципе Ничего Ну В моей жизни Это Особенно Ничего Не изменяет Омбудсман Юрис Янсенс У нас В гостях На видеосвязи Звонок Вот вижу Нам звонят Примем Слушаем Ваш вопрос Здравствуйте Алло Добрый день Да Пожалуйста Сдавайте вопрос Вот Вы Объясните Мне Такой Парадокс Чем Меньше У человека Пенсия Тем Меньше Ему Компенсация По идее Это по справедливости Должна быть Большая Компенсация Все таки У маленьких Пенсий И потом Еще Вот интересно Получается Вот эти Маленькие Пенсии Человеку Добавили Буквально Несколько Евро И он Уже Перешел Из группы Малообеспеченных И ему Уже Никакие Льготы Не положено У него Пенсия Не очень-то Большая Стала Но Всех Льгот Он лишился Вот этим вопросом Никто не задавался Спасибо Чем меньше пенсия Тем меньше Помощь Спрашивает Наша Деослужительница Насколько Это справедливо Получается Ну видите Эти Малые Или Минимальные Пенсии По моему Ну как бы Взгляду Они уже Несправедливы Потому что Ну с минимальным Доходом Особенно Ну если мы Говорим о пенсии То они должны Ну покрывать Все пять Ну базовые Нужды Человек Да И Ну тоже Это записано В решении Константинального Суда Вот Ну эти Попагаемые По Социообеспечению Пособие Социообеспечения Уровень Бедности И минимальные Пенсии Да Инвалидности И Ну возрастные То там Ясно Сказано Что минимальные Вот эти Доходы Они должны Быть Ну так Чтобы человек Ну С человеческим Достоинством Мог Ну Прожить В будущем Да Тоже было Констатировано Это тоже Государственный Контроль Уже Когда делали Ревизии По социальным Пособиям То они Тоже Констатировали Что в принципе В этой Системе Ну как бы Ну такое Ну можно даже Одним словом Назвать Хаос Да Он Ну как бы Не целеусмотрен Но так Чтобы Человек Мог Ну С достоинством Ну как бы Человеческим Вырваться Вырваться Из этого Как бы Ну Болото Бедности Да Что есть Механизмы Такие Что Ну если Ну как бы Человек Ну упал Мы Все общество Солидарно Ну помогаем Стать Да Если он хочет Да А если он хочет Это другая Другая ситуация Ну а если Эти минимальные Самые минимальные Ну там Пособия И пенсии Таковы Чтобы там Каждый день Думать Как прожить Конечно Мы не можем Говорить О каком-то Ну Достойным Отношениям Ну Человеческим Ну Человеку И Права Человека Вы Собираетесь Ли вы В ближайшее Время Или в этом Году Еще какие-то Дела Ваше Бюро Собирается Ли Какие-то Дела Передавать В Конституционный Суд Какие темы Какие ваши Планы Вот В этой Связи В сотрудничестве С судом Сатверсмэ Разбирать Ну Есть Еще Некоторые Такие Идеи Но сейчас Я не хочу Ну Как бы Разглашать Потому что Еще мы Концептуально Не договорились Ну С нашими Коллегами В бюро Омбуксменов Потому что Каждый Иск В Конституционный Суд Это как Научная Работа Как диссертация Да И Есть у нас Некоторые Такие уже Ну Конкретные Идеи Ну Сейчас это было бы Ну Преждевременно Ну Как-то Потому что Это уже Ну как бы Подогрело Общество Да Если там Мы придумаем Ну подавать Иск Потому что Может там Юридической Мотивации Ну Скажем Но Не хватает Конечно Мы не можем Ити Давайте я так Спрошу Какую сферу После социальной Вы бы назвали Наиболее Проблематичной В нашей стране В данный момент С точки зрения Прав человека Ну Доступ К образованию Мы видим Да Что он В принципе Тем Людей Которые Не могут себе Позволить Купить Компьютер Компьютер Интернета Нет Это значит Что в принципе Под вопросом Очень-очень Конкретно Доступ Ученикам К образованию Это очень Серьезно Конечно Это вопрос Государственной Изранохранительной Системы Где мы уже Начали Прорабатывать Эти вопросы Очень серьезно Уже С 2013 Года У нас было Даже В 2014 В году Мы тоже Там уже Критики Ну Очень Критически Посмотрели На эту Концепцию Здравоохранительной Системы В принципе Уже тогда Мы говорили Что Это Это Финансирование Она Не соответствует Тем принципам Которые Сказаны В мировой Организации Здравоохранения И там Ну и еще Другие Международные Институции Там Указывали Да Какой минимум Или в среднем Какой минимум Должен быть Финансированный Со стороны Государства Да Сейчас мы говорим О каких-то там Четырех Немного Более Чем Четыре Процента Но в среднем Должно быть Пять Шесть Процентов Да Последний Тогда вопрос Господин Янсен Знаю что вам Уже его задавали Ну понятно Что вот за счет Этих побед В конституционном суде Вы заработали себе Очередной политический Капитал И вопрос конечно И имеете ли вы Какие-то амбиции В политике Вы были Кандидатом В президенты Вот намерены ли В этой По этой линии Как-то продвигаться В будущем Когда вот В частности Закончится ваша работа Как омбудсмена Да Ну сейчас я Сейчас я еще Ну как бы Не смотрю В этом направлении Ну в направлении Ну как бы Политическую Да Или как Ну начать Политическую Деятельность Это было С одной точки зрения Неправильно Потому что Да У меня самые Високие рейтинги Ну в глазах Общества Да И если сейчас Ну так я Знаете От От этой позиции Быстренько Ну перемешают Скажем Там в парламент Это было Это было бы Ну как-то Не честно Да Это во-первых Во-вторых Я еще сам Не готов Ну как Ну работать Активным политикам Почему Потому что Там много Всяких Ну как бы Конфронтаций И в результате Должны найти Какие-то Компромиссы Да И даже Идти на Компромиссы Которые Ну скажем Квартирная дисциплина Это может Ну как-то Противоречить Ну моим Убуждениям Моим Ну взглядам И мне не Не хочется Ну как-то Сконфронтироваться Ну В этой сфере И Третье Я еще Надеюсь Еще есть Такая Ну как бы Надежда Я жду Это еще Ну последняя неделя Когда парламент Политики Должны выдвинуть Кандидат Да Я думаю Что Ну Я еще Чувствую Себе Силы И энергии Да И таких Ну Хороших Взглядах На будущее Чтобы еще Проработать Еще может быть Срок Как омбудсмена Спасибо большое Омбудсмен Юрис Янсен С был гостем Сегодняшнего разворота Спасибо вам Господин Янсенс И всего доброго И до свидания До свидания День в день Чувствую